Рассказывает об одной маленькой девочке, которая жила во времена Мартина Лютера, как она постоянно находилась в ужасном страхе о Боге. Одна мысль о Боге приводила ее в ужас. Бедная девочка, она даже не умела больше улыбаться. Для нее Бог был жестокий и суровый судья, который только ожидал, чтобы наказать ее за малейший проступок. Такое было ее понятие о Боге. И что ее больше всего страшило, это то, что однажды ей придется встретиться с этим Богом. Родители девочки были верующие, и как они ни старались, им не удалось убедить девочку, что Бог вовсе не таков. Отец ее был печатником, работал в типографии, где печаталась первая Библия лютерского перевода. И вот однажды, находясь в мастерской, где работал ее отец, девочка нашла на полу кусочек бумаги, который был разорван и запачкан чернилами. Но все же можно было прочитать на нем несколько слов. Прочитав напечатанные на нем слова, в сердце маленькой девочки произошло нечто невероятное. Она помчалась домой и, увидя свою мать, воскликнула. «Мама, мама, я больше Бога не боюсь!» «Я очень рада, доченька», – сказала ее удивленная мать. «Но что случилось? Почему ты больше не боишься Бога?» «Посмотри, мама, что я нашла. Прочти, что тут сказано. Я нашла этот кусочек бумаги в типографии. И тут сказано, ибо так возлюбил Бог, что отдал». «Ну хорошо», – возразила мать, – «но как же это могло удалить твой страх о Боге? Ведь тут не сказано, что Бог отдал». «Но, мама, разве ты не понимаешь?» – восторженно ответила девушка, «что если Бог так нас возлюбил, что чего-то отдал, то я уже больше его не боюсь». Тогда мать рассказала своей дочке, что Бог отдал, и прочла весь этот чудный стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Пожалуй, этот 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна лучше всего известен из всех стихов Библии. Где бы ни проповедовалось Евангелие Иисуса Христа, первой очередью цитируется именно этот чудный стих. «Если есть одно место в Библии, которое знают наизусть почти все верующие, то это именно Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы заметили, какая благозвучная божественная рифма в этом стихе. Но подумайте, сколько сказано в этих сравнительно немногих словах. Почему думаете вы, что этот стих считается большинством верующих самым великим текстом в Библии, то есть жемчужиной Священного Писания? Ведь есть много чудных мест в Библии, говорящих о любви Божией, что человек может быть спасенным от суда и вечной гибели, и о том, как можно приобрести это спасение. Но, дорогие друзья, я лично не знаю ни одного другого стиха в Библии, в котором вы найдете в одном таком небольшом предложении все эти истины так ясно и отчетливо выражены, как именно в Иоанна 3,16. Можно сказать, что этот стих совокупляет все Евангелие. Это благая весть в миниатюре. Этот стих можно разделить на целый ряд подразделений. Например, сколько было сказано проповеди на основании этого стиха, и никто еще не сумел его полностью исчерпнуть. Воистину он неисчерпаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В нашем сегодняшнем размышлении над этим стихом прошу, во-первых, отметить, как этот стих построен на десяти самых значительных слов всего Священного Писания. Можно сказать, что они являются основными словами Библии, эти десять слов. Если бы вы попросили меня выбрать десять самых важных слов Библии, то я бы всех их, пожалуй, и нашел в этом стихе. Слушайте. Бог, любить, мир, дать, сын, всякий, верующий, погибнуть, иметь, жизнь. Да, вся весть, изложенная в Слове Божьем, основана на этих десяти слов. Какая удивительная эта книга Библии. Покажите мне другую книгу, которая так разнообразна своим содержанием и в то же время, в которой такое поразительное единство и такая чудная гармония. Она писалась сотнями летами, более сорока различными авторами, людьми, живущими в разные времена и в разных странах, имея различные призвания, национальности, образования и положения в обществе. Писали эти авторы разным людям о различных предметах и преследовали разные цели, не говоря о других многообразий, связанных с авторством этой книги. И все же Дух Святой, который вдохновлял каждого автора, несмотря на все эти разности, так чудно совокупил отдельные слова и истины, что они как от одного автора. И что так невероятно, это то, что все эти самые великие и значительные истины включены в этом одном стихе, в этом одном предложении, которое Христос сказал своему ночному посетителю Никодиму. Христос взял эти основные слова божественного откровения и включил их в это одно предложение, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если, дорогие друзья, мы остановимся на каждом из этих десяти слов, то не хватило бы и десяти проповедей на каждое слово. Мы, однако, в нашей сегодняшней беседе очень коротко остановимся хотя бы на пару из этих слов. Начнем с первым словом. Слово это настолько велико и настолько непостижимо и необъятно человеческому уму, что не знаю даже, как и начать. Слово это Бог. Кто может постигнуть всю широту и долготу, и глубину, и высоту значение слова Бог? И как раз этим словом Христос начинает эти чудные слова 16 стиха 3 главы. «Бог так возлюбил». Евангелие, благая весть, начинается с Богом. Он ее инициатор. Она, эта дивная весть спасения грешнику, зачита была в сердце Бога прежде вековых веков, когда человек еще не был создан. Что значит Бог? Возможно ли понять это многозначительное слово, если мы не возьмем во внимание следующее слово, то есть слово «любов»? Нет. Заметьте, как Иоанн в своем послании говорит нам, кем является Бог. Он говорит языком понятным для каждого из нас. Слушайте, Бог есть любовь. Бог и любовь неразлучимы. Да, Бог любит, потому что такова его натура. Он есть любовь. Он иначе не может, как не любить. Ничто и никто на всей земле не заслуживает его любовь, и тем не менее он любит. Кто из нас возлюбил Бога? Никто. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, говорит Слово Божие, но он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Известный английский проповедник Сперджин всегда подчеркивал любовь и благодать Божией в своих проповедях. Неудивительно, что в церкви, где проповедовал Сперджин, души всегда обращались к Господу. Можно сказать, что в течение многих лет эта церковь в центре огромного города Лондона переживала постоянные пробуждения. Сперджин всегда в своих проповедях подчеркивал о любвеобильном Боге, который всегда готов миловать приходящего к нему грешника. К сожалению, со многих церковных кафедр Бог представлен Богом гнева и ярости. Этим мы не хотим сказать, что Он не есть Бог гнева. Да, над всяким попирающим Сына Бога пребывает гнев Божий, так говорит Слово Божие. И тот, который не примет дары Его любви, для Него неизбежна ярость и суд Божий. Да, мы не должны забыть, что Бог есть и огонь поедающий, что Он праведен, свят и справедлив, и что эти атрибуты Его требуют справедливое воздаяние тем, которое пренебрегает Его любовью. Но, возлюбленные, любовь Его до того велика и неизмерима, что она затмевает Его ярость. Мы не можем слишком много говорить о Божьей любви. Если Он есть любовь, и Библия говорит, что Бог есть любовь, то будем неустанно в проповедях наших напоминать людям о том, что Он их любит. Всему христианскому миру известно имя Двайт Л. Муди. Это был один из величайших евангелистов в начале этого столетия, который приобрел великое множество душ для Христа своими простыми, но насыщенными любовью Божьей проповеди. Однако Муди не всегда имел такой успех в своем служении. С ним произошел один случай, который оказался крутым поворотным пунктом в его духовной жизни и в его служении. Из обыкновенного, малоизвестного проповедника это событие изменило его в одного из самого великого и сильного благовестника. Произошло оно так. В Англии жил один человек, которого звали Хенри Мурхед. Уже 18-летним юношей он был неизлечимым алкоголиком. По профессии Мурхед был боксером, но в 19-летнем возрасте он должен был кончить свою карьеру. И вот один вечер с пистолетом в руке он решил покончить со своей жизнью. «Не стоит больше жить», – решил Мурхед, когда вдруг он услышал пение на верхнем этаже того дома, где он находился. И что-то его потянуло туда. Он вошел в комнату, где он нашел несколько человек. Они пели евангельские гимны, и кто-то проповедовал о Христе. В результате того, что он там видел и слышал, заставило его отложить свое намерение на самоубийство. Один из присутствующих на этом собрании заинтересовался им, навестил его и рассказал ему подробнее о любви Христовой. В результате Мурхед покаялся и был чудно спасен. Он сразу усердно взялся за изучение Библии. В школу он уже не мог попасть, и потому днями просиживал над своей Библией. Читая Библию, его поразило величие Божьей любви, и вскоре он начал проповедовать о любви Божьей. Через несколько лет он проповедовал большим толпам народа. Проповедник Дмайт Эл Муды как-то с ним в Англии познакомился и от вежливости пригласил его в свой город Чикаго, в Соединенные Штаты Америки, где он был пастором, надеясь, что тот не примет его приглашение. Но один прекрасный день он получает письмо, что Мурхед приезжает. И приехал Мурхед как раз, когда Муды сам должен был отлучиться на неделю. Так что в течение всей этой недели Мурхед занял кафедру церкви Муды в городе Шикаго. Когда Муды возвратился домой, жена его с восторгом сказала ему, «У нас происходят чудные собрания, каждый вечер церковь наполнена людьми». Знаешь, Мурхед иначе проповедует, чем ты. Он говорит людям, что Бог их любит. Я думаю, что он тебе тоже понравится. В тот вечер Муды пошел на собрание послушать Мурхеда. «В течение всей этой недели я вам проповедовал из Иоанна 3,16. Так начал свою проповедь Мурхед. Целый день я искал другой текст, но без успеха. Поэтому я и сегодня хочу основать мою проповедь на слова Христа, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Позже Муды засвидетельствовал, что в тот вечер он впервые понял Евангелие о любви Божьей. Этот текст произвел изменения не только в жизни Муды, но и в жизни тысячи и десятки тысячи людей, которые были приобретены им для Иисуса Христа. Возлюбленные, сегодня мы возвещаем вам эту благую весть, что Бог любит. Да, Он любит именно тебя, мой дорогой друг. Нет в мире такого грешника, которого Бог бы не любил и которого он не был бы готов простить и помиловать. Любовь Божия включает и тебя, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верь, мой друг, и живи, ибо верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Да поможет тебе Господь сегодня, да сейчас нам у твоего ранью приемника принять его чудный дар любви. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok